всем привет скажите слышно ли меня отлично спасибо так значит на лекции у нас было был подробный рассказ про и мы че вот и соответственно на семинаре мы попробуем решить такую задачу как предсказание финности связывания эпитопов с и мы че первого класса сразу оговоримся почему именно с и мы че первого класса соответственно как у вас было на лекции и мы че первого и второго класса различаются по тому какие собственно пептиды с ними связываются если мы будем смотреть на 1 1 класса то соответственно в нем располагается небольшой пептид то есть это 8-11 именно кислотных остатков чаще всего это бывает 9 именно кислотных остатков поэтому соответственно для и мы че первого класса существует большое количество моделей которые предсказывают его афинность к пептиду это соответственно и мы че флури с которым мы сегодня будем взаимодействовать на этом и че пан вот ну и сами тоже мы попытаемся написать модель которая будет предсказывать афинность пептида к мх7 вот если же мы посмотрим на мх2 класса то видно что у него есть такие вот болтающиеся концы для которых достаточно трудно что-то предсказать в частности еще и потому что данных хорошего качества по мх2 класса нету вот то есть как бы практически все данных хорошего качества которые вы можете найти они по мх1 класса и соответственно вы можете их посмотреть вот в частности в базе данных и и db соответственно то она из себя представляет так давайте подождем пока прогрузится ладно у меня есть прогруженный вариант в общем в ней есть ресурс который называется t cell epitope prediction в котором вы можете найти различные датасеты которые вы можете использовать вот в частности как раз для предсказания афинности связывания мх1 с пептидом либо даже мх2 с пептидом но эта задача она существенно труднее по сравнению задачи предсказания связывания афинности к мх1 класса вот соответственно мы будем говорить про мх1 класса вот и в частности как бы для загрузки данных мы будем использовать некоторую вспомогательную библиотеку которая называется epitope predict чем в ней есть все различные инструменты для того чтобы можно было решать собственно задачу предсказания афинности в частности в ней есть матрица blossom которую мы будем сегодня использовать откуда можно импортировать в ней есть все вот эти вот датасеты на которых обучались различные предикторы такие как мх4 вот и соответственно мы будем использовать эту библиотеку поэтому мы и устанавливаем также устанавливаем uptune с помощью которой будем подбирать гиперпараметры для наших моделей вот и собственно импортируем все библиотеки вот и собственно первое с чего нужно начать это с данных что представляют из себя наши данные да давайте пропустим кодирование посмотрим на данные значит что у нас здесь есть значит у нас есть собственно такая команда get training set для специфического аллеля то есть вот та вот наша библиотека вспомогательная которую мы устанавливали она позволяет нам бы подтягивать вот этот вот датасет и соответственно что мы здесь видим мы видим что здесь есть результаты измерений афинности для разных пептидов и соответственно эта финность измеряется по отношению к определенному аллелю вот соответственно здесь мы измеряем такой параметр как айси 50 вот он представлен здесь и соответственно этот параметр измеряется в наномоль на литр и изменяется он в пределах от единицы если я не ошибаюсь до пятидесяти тысяч соответственно по пятидесяти тысячам просто идет по обрезанию то есть он может быть даже и больше и мы встретим такие значения в тренировочном наборе данных но он обрезается по верхнему значению пятьдесят тысяч вот но соответственно мы будем пытаться предсказывать значение афинности но поскольку здесь довольно большой диапазон значений мы хотим привести наше значение к виду к диапазону от нуля до единицы соответственно применяется вот такая вот трансформация то есть мы берем и из единицы вычитаем логарифм по основанию пятьдесят тысяч от вот этого числа вот соответственно получаем разброс значений от нуля до единицы и для регрессионной задачи такой диапазон значений таргета он гораздо более предпочтителен чем разброс от единицы до пятидесяти тысяч вот соответственно у нас есть информация о последовательности пептида и об аллеле с которым происходило связывание соответственно давайте попробуем решить задачу предсказания таким образом что для одного конкретного аллеля мы заведем свою модель то есть мы могли бы каким-то образом учитывать последовательность самого мч плюс последовательность пептида и пытаться как-то промоделировать их взаимодействие но в нашем случае мы поступим чуть проще давайте сделаем так попробуем завести свою модель под каждый конкретный аллель mhc и соответственно давайте возьмем вот такой аллель HLA 0206 и поскольку он здесь будет зафиксирован то у нас единственное что меняется в данном эксперименте это собственно разные пептиды вот и мы попробуем для этих пептидов предсказывать соответственно значение log50k для того чтобы мы могли это делать мы должны каким-то образом кодировать наши пептиды соответственно мы будем делать это либо через one-hot encoder вот собственно для примерного пептида представление через one-hot кодирование будет выглядеть таким образом и что гораздо более интересно это это блоссом кодирование вот мы с вами это уже обсуждали на четвертой лекции то что матрица блоссом может использоваться для кодирования аминокислот для представления их в некотором векторном виде соответственно матрица блоссом отображает замены частоту замен одних аминокислот на другие аминокислоты и в некотором роде она может служить скажем так может отображать сходство тех или иных аминокислот условно говоря если вы возьмете и посчитаете норму разницы векторов которые у вас получится для например аспарагиновой кислоты глутаминовой кислоты то вы получите гораздо меньшее число чем если вы посчитаете норму например для разницы между векторами соответствующими аспарагиновой кислоте и пролином то есть соответственно здесь мы пытаемся не просто закодировать аминокислоту мы пытаемся закодировать аминокислоту таким способом чтобы похожи по свойствам аминокислоты оказывались ближе друг другу чем не похожи вот соответственно в нашем семинаре я буду пробовать всем модели обучать при использовании ванход кодирования вам же в качестве задания я предлагаю попробовать blossom кодирование и посмотреть на то насколько улучшится ваши результаты вот ну и соответственно давайте попробуем сделать первую модель то есть первая модель будет достаточно простая это будет просто модель случайного леса соответственно как мы можем передать данные о пептиде в случайный лес соответственно у нас есть ванход кодирования и для пептида из 9 аминокислот мы будем иметь соответственно некоторую матрицу 9 на 20 каким образом мы будем ее передавать в случайный лес если у вас какие-то предположения что можно сделать с такой матрицей примерно так же вы поступали на первом семинаре когда пытались картинку поместить в линейную регрессию в логистическую регрессию точнее ну здесь на самом деле все просто здесь применяется распрямление то есть слой flat он который превращает вашу матрицу 20 на 9 в вектор длиной 180 вот соответственно таким образом у вас получается набор набор данных который представляет из себя 180 признаков на каждый пептид где 180 признаков это 9 именно кислот каждая из которых закодирована через ванход кодирования вот соответственно мы делаем это с помощью нашего класса кодировщика который мы написали в начале давайте посмотрим как он устроен соответственно по сути дела он просто возвращает при обработке последовательности массив ну как бы нумбаевский массив который соответствует таблице вот такого типа вот и после того как нам возвращается такая таблица мы собственно как раз применяем флэтом для того чтобы перевести ее в вектор вот и собственно применяем такую трансформацию к каждой последовательности пептида которая есть в нашем датасете вот соответственно в качестве целевой таргетной переменной у нас будет выступать лог 50 трансформированное значение афинности ну и соответственно для тренировочного набора мы будем перемешивать наш дата свет поскольку вы видите он идет в упорядоченном значении то соответственно мы будем его мешать вот и первое что мы применим это случайный лес мы будем оптимизировать случайный рейс лес под задачу регрессии соответственно будем использовать модель random forest regressor и будем оптимизировать его гипер параметры с помощью оптюна соответственно с оптюной вы знакомы несколько раз она уже применялась на наших семинарах в основном в начале вот ну и соответственно какие параметры мы будем подбирать это mill sample слив мин sample split глубину и так далее вот соответственно что нам важно это то что мы будем в нашем испытании оптимизировать мы будем оптимизировать средне квадратичную ошибку между чем и чем мы будем оптимизировать средне квадратичную ошибку между таргетами тренировочной выборки и соответственно out of back предсказаниями то есть что такое у вас out of back кто-нибудь может напомнить окей хорошо значит напоминаю что при построении случайного леса используется метод который называется bootstrap aggregation что это значит это значит что при построении каждого конкретного дерева для того чтобы сделать их максимально непохожими друг на друга для построения таких деревьев используются подвыборка из объектов с повторениями это соответственно bootstrap и выборка из признаков это называется метод случайных подпространств соответственно когда вы строите такой вот лес у вас некоторые объекты будут не попадать в конкретные деревья и соответственно если вы будете пропускать такие объекты через те деревья в построении которых они не использовались то вы получите честную оценку качество работы модели на этих объектах соответственно для каждого объекта из нашей тренировочной выборки в каких-то деревьях этот объект не принимал участие в построении этих деревьев он не принимал участие и соответственно он может быть прогнан через эти деревья для расчета некоторого скоро и тогда мы будем сравнивать эти скоры соответственно с истинными метками и считать между ними среднеквадратичное значение вот это преимущество случайного леса да поскольку вы видите мы здесь никак не используем валидационный набор то есть не x вал не y вал здесь не задействовано то есть по сути дела мы на самом деле могли здесь зафитить целиком x и y вот но оставим это для того чтобы остальные модели могли соревноваться честно то есть обучаться на том же самом наборе данных вот и соответственно запускаем оптюну на 300 испытаний если мы соответственно это все пролистаем то мы видим что у нас самая оптимальная модель которая дает наименьшую среднеквадратичную ошибку будет обладать следующими параметрами ну собственно вы видите их здесь на слайде теперь давайте подгрузим валидационный набор тестовый это делается с помощью команды get evaluation set и соответственно для того же самого аллеля мы будем подгружать этот самый набор данных при этом тестовый набор данных обладает такой особенностью то что он не был предобработан и соответственно в нем значение айси 50 не были обрезаны по значению 50 тысяч соответственно мы это сделаем вручную и пересчитаем параметр log 50 к вот и соответственно после этого попробуем предсказать на тестовом наборе с помощью нашего случайного леса что же у нас получится мы видим что мсе который мы получаем на тестовом наборе представить составляет 0.7 условно говоря давайте сравним это с тем что у нас было в общем если мы промотаем самый конец мешается если мы промотаем самый конец то у нас соответственно видно что наилучший результат по мсе был достигнут на 271 испытания и собственно он составляет 0.06 мы практически недалеко ушли от того что у нас было на тренировочном наборе вот значит это хорошо давайте посмотрим как поведут себя нейронные сети соответственно мы с вами изучали два вида нейронных сетей это млп полносвязные нейронные сети и сверточные нейронные сети соответственно как вы думаете как именно лучше подавать данные в сверточные нейронные сети а как лучше подавать данные в полносвязные нейронные сети Кто помнит особенности? Хорошо, в чем отличие вообще будет в принципе между предобработкой данных для случайного леса и для полносвязных нейронных сетей? Хорошо, значит смотрите, конкретно в данном случае для one-hot кодирования разницы практически не будет, потому что мы используем значение 0 и 1. Если бы мы использовали матрицы Blossom, то там соответственно для нейронных сетей нужно производить нормирование, потому что нам хотелось бы, чтобы диапазон входящих значений в нейронные сети представлял из себя тоже какие-то числа, центрированные около нуля, с небольшим разбросом. В случае one-hot кодирования, соответственно предобработка данных будет такая же. А поскольку сверточные нейронные сети, и в данном случае мы будем использовать одномерные сверточные сети, работают через скользящее окно по последовательности, то нам нужно подавать в сверточные сети данные вот в таком вот необработанном виде. То есть мы не будем применять Flatten для того, чтобы спрямлять всю вот эту таблицу в один вектор. То есть у нас, если вы помните, сверточные нейронные сети, они представлены скользящим окном. Соответственно, если мы возьмем, например, окно ширины 3, которое будет покрывать 3 аминокислоты, то, соответственно, размер этого скользящего окна в данном случае будет 3 на 20. И этим скользящим окном мы будем проходиться по всей последовательности. Ну, собственно, давайте попробуем использовать нашу нейросеть. Соответственно, для написания нейросети мы, как всегда, будем использовать PyTorch. Установим значение генераторов случайных чисел и посмотрим на нашу модель. Что она из себя будет представлять? Как мы помним, нейронные сети у нас состоят из линейных слоев, после которых идет функция активация. И, соответственно, вот здесь вы видите такой вот типичный пример. Сначала у нас идет линейный слой размерностью 180 на 100. Откуда у нас здесь идет число 180? Вопрос на засыпку. Так, кто-нибудь? Я видел, кто-то включал микрофон. Ну, ладно, хорошо. 180 – это те же самые 180 признаков, которые у нас были использованы в построении случайного леса. Соответственно, здесь ничего не меняется. Число 100, число скрытых единиц мы выбираем произвольно. И, соответственно, единица вот здесь – это, собственно, тот output, который мы в итоге хотим получить. То есть мы хотим получить одно число, которое будет находиться в пределах от нуля до единицы, которое соответствует значению log50k для конкретного пептида. Ну и, соответственно, как будет процессироваться такой моделью наши данные? Ну, соответственно, просто будет прогоняться наш TensorX тренировочный датасет через вот эти наши линейные слои и получаться на выходе какое-то число. Ну, собственно, давайте еще раз подгрузим наш тренировочный датасет. Но теперь при разбиении мы будем переводить получившийся X-train, Y-train и так далее в тензоры, поскольку у нас наши нейронные сети должны работать с данными в определенном формате. Соответственно, модели из PyTorch будут работать с данными формата TorchTensor. Ну и, соответственно, стандартный алгоритм для обучения модели – это перевод модели в тренировочный режим, обнуление градиента, пропускание тренировочного набора через модель, расчет лосса, в данном случае лосс будет также MSE. Соответственно, мы будем считать MSE между выдачей модели и реальными метками. После чего идет обратное распространение ошибки, вычисление градиента и обновление весов. Ну и, соответственно, валидация Evaluation делается в режиме Model Eval. Ну и, соответственно, здесь уже считается лосс на валидационном наборе между предсказаниями модели и Yval. Ну и, собственно, давайте попробуем обучить такую нейронную сеть. Зададим некоторую скорость обучения, выставим количество эпох и посмотрим, как себя поведет. Если в случае случайного реза мы видели, что на тренировке значение MSE достигало 0,06, то здесь мы видим, наверное, примерно то же самое. Соответственно, если мы теперь посмотрим на то, как показывает себя наша нейронная сеть уже на тестовых данных, которые мы дополнительно загружаем вот этой вот командой, то мы видим, что здесь она ведет себя хуже, чем случайный лес. Соответственно, значение MSE, которое мы получаем на тесте, составляет примерно 0,09. И, собственно, с чем это может быть связано? Это может быть связано с тем, что у нас в данном контексте получается достаточно много рулей, из-за чего могут возникать некоторые проблемы с обучением. И в целом, когда мы делаем такое распрямление, то, что мы делаем вот здесь вот в Flatten, у нас будет теряться, опять же, некоторая локальная связанность, которая может присутствовать в последовательности. То есть мы бы хотели находить в последовательности некоторые паттерны. Скорее всего, если бы мы посмотрели, например, на результаты экспериментов, которые не количественные, а качественные по определению афинности, точнее не по определению афинности, а по определению связываемых пептидов с MHC. То есть мы бы, условно говоря, провели выделение MHC с клеток, потом попробовали бы сделать иллюцию легандов и посмотрели просто, с какими легандами взаимодействует тот или иной MHC. то, соответственно, мы бы могли посмотреть некоторые общие мотивы, которые присутствуют у этих пептидов. И, соответственно, мы бы как раз хотели находить вот эти вот закономерности. То есть мы бы хотели понимать, что если, например, во второй и в третьей позиции стоят какие-то определенные аминокислоты, то, значит, этот пептид будет связываться с этим молелем MHC и так далее. Вот, соответственно, частично, кстати, на самом деле, вот такая модель, она позволяет это делать, поскольку у нас зафиксирована длина пептида, и мы в целом смотрим на один отрезок. Но в целом полносвязанные нейронные сети, они не позволяют детектировать такие группы связности. Это позволяет детектировать сверточные нейронные сети. Вот, и, соответственно, мы будем использовать одномерную свертку. Как будет выглядеть наша модель? Значит, здесь помимо линейного слоя у нас добавляются еще два. Это, собственно, CNN и Flatten. Для чего они используются? Значит, первое. Это, собственно, два сверточных слоя. Здесь у нас получается три. Это ширина скользящего окна. Двадцать. Это размер, собственно, эмбейдинга, то есть размер представления последовательности. Мы помним, что у нас по матрице Blossom каждая аминокислота кодируется вектором из двадцати чисел. И, соответственно, это как раз то самое значение. И десять – это то, сколько таких сверточных фильтров мы применяем. То есть мы помним, что если мы применяем один такой сверточный фильтр, двадцать на три, то мы получаем одну строчку. Вот. Если мы хотим получить десять строчек, то, соответственно, мы применяем десять фильтров. И, соответственно, на выходе мы получим примерно такую же таблицу, как мы видели здесь, но на каждую аминокислоту после прохождения первого сверточного слоя будет приходиться вектор длины десять. То есть мы, по сути дела, уполовиниваем вот эту вот таблицу. Вот. Ну, собственно, возвращаясь к модели, после сверточного слоя мы ставим функцию активации. В данном случае мы воспользуемся функцией активации Reloom. И следующий сверточный слой будет с параметрами 10, 5, 3. То есть десять почему? Потому что выход из предыдущего слоя является кодировкой векторами длины десять. Вот, соответственно, размер скользящего окна также будет три. И на выходе мы хотим получить кодировку длины пять. После чего у нас образуется некоторый квадрат 5 на 5. Соответственно, мы его дальше спрямляем через слой Flatten и применяем линейный слой для того, чтобы уже получить наше число, которое мы хотим видеть на выходе. И, собственно, наш процесс обработки входящего тензора с данными будет следующий. То есть сначала мы его пропускаем через сверточные слои, которые описаны вот здесь. Затем мы их спрямляем с помощью слоя Flatten. И затем мы получаем наш output через линейный слой. Ну и давайте посмотрим, удастся ли сверточной нейросети побить и случайный лес, и полносвязную нейронную сеть. Собственно, мы обучаем и видим, что на тренировочном наборе у нас MSE достигает примерно 0,075 и ниже. На тестовом наборе мы получаем значение MSE 0,076. То есть мы улучшили наш результат и по отношению к случайному лесу, и по отношению к полносвязной нейронной сети. Отлично. Значит, это у нас кастомная модель, которая может процессировать пептиды и предсказывать их афинность связывания с одним конкретным аллелем MHC. Давайте попробуем сравнить производительность такой модели с моделью, которая называется MHC Fluorium, которая является универсальной моделью, которая может для каждой аллели подобрать, рассчитать, точнее, афинность любого пептида. И, соответственно, для этого мы будем устанавливать пакет, который так и называется MHC Fluorium. И, собственно, подгрузим из нее модель для предсказания афинности связывания пептидов с MHC первого класса. Соответственно, подгружаем нашу модель, она уже обучена, и можем ей задать список пептидов из нашего тренировочного набора и аллель, собственно, для которой нужно рассчитать афинность. Значит, вот так у нас будет выглядеть результат работы MHC Fluorium. Соответственно, то, что нас здесь интересует, это афинити. Здесь афинити тоже выражено в наномоль на литр. Соответственно, для того, чтобы сравнить производительность MHC Fluorium с нашими моделями, нам нужно будет перевести это значение афинити в блок 50k, чтобы сравнивать в тех же самых диапазонах. И, соответственно, вы видите здесь еще такую штуку, как best allel. Что из себя представляет эта колонка? Если бы вы подали сюда несколько аллелей, то модель MHC Fluorium рассчитала бы афинность для нескольких аллелей вот этого пептида и, соответственно, сказала бы, к какому аллелю наибольшее средство проявляется у данного пептида. То есть вы можете не просто рассчитывать афинность для одного аллеля, но еще и говорить, к какому аллелю наибольшее средство этого пептида будет проявляться. Ну и, соответственно, давайте посмотрим, как в итоге покажет себя MHC Fluorium на тех данных, которые мы использовали. Если мы, соответственно, рассчитаем LOG50K, то наша итоговая таблица будет выглядеть вот так. И мы получим результат MSE 003. Ну, 004. Соответственно, это, по сути дела, в два раза лучше, даже больше, чем в два раза лучше, чем наилучшее предсказание, сделанное нашей моделью. Вот почему вообще так получается? То есть, казалось бы, у нас тоже достаточно хорошие модели. Проблема в том, что, во-первых, наши модели были обучены только на пептидах длиной 9 именно кислот, в то время как это действительно на самом деле наиболее часто встречающаяся длина пептидов, которые оказываются в итоге на MHC1. Но при этом у вас разные аллели предпочитают связываться с пептидами разной длины. То есть, у вас от аллели к аллелю будет меняться распределение длин связываемых пептидов. И, соответственно, 9 для, например, вот этого аллеля, А2.06, может быть неоптимальным. Соответственно, в идеале нам бы хотелось учитывать и 10 меры, и 8 меры, и так далее. Вот, помимо этого, мы также не учитываем последовательность самого MHC, который учитывается в MHC-флуре и в других моделях для предсказания финности, различные физические характеристики и так далее. В общем, мы частично эти признаки обсуждали на нашей четвертой лекции. Вот, поэтому, соответственно, наши модели по качеству, конечно же, не дотягивают до MHC-флуре. Вот, ну и, соответственно, еще одно, еще один недостаток – это то, что мы учили наши модели на one-hot кодирование, которое, собственно, не отображает близость схожих аминокислот друг к другу. Поэтому, собственно, ваше задание будет обучить те же самые алгоритмы, которые мы использовали сегодня в семинаре, то есть это случайный лес, полносвязные нейронные сети и CNN на кодировке Блоссум. Вот, и задание со звездочкой для тех, кто хорошо разбирается в машинном обучении – это попробовать создать нечто похожее на MHC-флуре, то есть создать такую обобщенную модель, которая будет предсказывать афинность для трех аллелей, которые представлены вот здесь вот, и, собственно, возвращающую тот аллель, которому пептид будет проявлять наибольшую афинность. Вот, ну и, собственно, на этом у меня все. Есть ли у вас вопросы? Так, ну что ж, поскольку вопросов нет, то все. Тогда увидимся через неделю. Напоминаю, что через неделю наши занятия снова переносятся в очный формат, и там мы будем переходить к изучению анализа выживаемости. Вот, поэтому буду всех ждать. Все, всем спасибо, всем до свидания. Спасибо. 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 . Спасибо.